Инвестиции, промышленность, производство, и наше производство начало расти не семимильными, а журналистами, а различными. На сегодняшний день мощность по переработке было 3,89 миллионов. Бутадиены выпускаем около 200 тысяч тонн в год. МДБ увеличили почти полтора раза, уже 149 тысяч тонн в год, в прошлом году в этот год. И так растут все. Станции денисовка осталось в состоянии, которая была. Но если еще пути каким-то образом ремонтируются и содержатся в хорошем состоянии, то производственная база, наверное, не самая лучшая состояния. И то, что сегодня предлагалось, это говорит о том, что будут улучшены условия труда, работы для всех. Будут там пути для тракторетин. Это та проблема, которая у нас была, и люди, занимаясь ставить трактореты на железнодорожные цистерны, постоянно, с нарушением правил таких у нас. Сегодня будут сделаны нормальные пути, где будут уже безопасно работать. Все это делается для того, чтобы тех безопасности была хорошей. Ну и, конечно, то, что там будет производственное, показывали, расширяется там помещение, и для техники все будет новое ставиться. Это тоже, наверное, уже хорошее начинание, и это и полезно было. Ну и поговорили, что 4-2, то, что было здесь, дальше до 8, год называли, так сказать, 17-й какой-то, да нет, но уже... В следующем году мы будем запускать зону ПГЛ-2. Проектной мощностью пока 2,8. В 3-8 прибавляет уже 6,6 прибавляет. В дальнейшем на этом мы тоже не собираемся, что страна будет дальше расширять. Возможно, до 8-ми миллионов от Ландберра, до 6-й. То есть стоят хорошие задачи. Значит, должна развиваться и инфраструктура, которая обеспечивает вывоз продукции. Но не только вывоз продукции. Сегодня надо завозить товары, а не товары. Для строительства материала и всего, что угодно. Сегодня тоже это дело делается. Хотя мы здесь указываем только вывоз продукции. Еще раз хочу поблагодарить всех здесь присутствующих. Вы посмотрели, сказали, что влияние на природу, на растительность практически расширения не оказывает. Люди сегодня, если у хлоры, то расширяли базу, не расширяли. У хлора возим. Цистерну все равно каждый примерно год мы одну цистерну привозим. Для нас нам больше... Эти цистерны, вроде бы, на сегодняшний день, они для нас не оказывают такого влияния, морального контейнера, который мы привозим для того, чтобы обрабатывать на авосе питьевую воду. Сегодня мы работаем за проектом, чтобы убрать питьевый контейнер и подавать хлор именно с С-14, там, где имеется емкость специально для хранения хлора. Там есть аварийная емкость, которая может всегда перекачать хлор. Поэтому бояться не так, это все делается к лучшему. Рабочий мест, как я говорил, я уже не буду говорить. Приблизительно, наверное, в роботе будет больше, чуть-чуть меньше, в связи с тем, что автоматизация будет развиваться и так далее. Ну, я еще только благодарю всех. Мы думаем, что вы сделали правильные выводы и расскажете всем, своим коллегам, друзьям, гражданам о этом проекте, насколько он безопасен, насколько он будет.